Доброго времени суток, дамы и господа, и продолжаем прохождение Voxel Tycoon. Мы заменили с вами огромное количество автомобилей, но, к сожалению, еще не все, и сегодня нам, наверное, предстоит в том числе этим заниматься, конечно же, но не будем забывать также про самую главную задачу, это развитие города. Что сегодня мне бы очень хотелось бы сделать? Я хочу, как минимум, заняться изменением маршрута автобусов, после чего, скорее всего, мы поедем с вами в новый регион, где опробуем новый ресурс. Погнали! Давайте посмотрим на автобусы, значит, я предлагаю сделать следующее. Я предлагаю снести все остановки, но перед этим сейчас все автобусы отправляются у нас в депо, потому что, как вы понимаете, автобусы нужны новые. И я вот, если честно, не совсем припоминаю. Да, вот есть еще один, и мне кажется, должен быть еще, нет? Или их было только два? Я, если честно, вообще не помню. Вообще не помню, вот вижу раз встал, вот вижу два встал, и вроде никаких автобусов больше не катается. Скорее всего, это все. Больше не должно быть. Ну, замечательно, давайте тогда удалять остановки. Так, подождите-ка, а что у меня здесь? Ааа, так я, по-моему, да, все верно. Я не добавил новых автомобилей, которые перевозят у нас наши замечательные детальки. И это, кстати, косяк. Давайте этот косяк попробуем сразу же исправить. У нас будут машинки. Так, смотрим, кто у нас этим занимается. У нас занимаются этим вот эти автомобили. Значит, вам сразу говорим, что везем вот это. Наверное, я не знаю, наверное, штучки три тоже я хочу. Везем вот отсюда на загрузку. И везем вот сюда на разгрузку. Да, соответственно. Отлично. Проверяем. Загрузка-разгрузка. Здесь нажимаем кнопочку ОК. И копируем до трех штук. Я убежден в том, что проще всего будет удалить старые остановки и сделать новые. У меня тут прям пробка организовалась. И вот это уже не очень хорошо. Это тот самый момент, когда нужно все-таки, чтобы у меня было несколько станций. Но, к сожалению, на данный момент я такого предоставить не могу. Остановки также сносятся вместе с дорогой, что тоже не очень хорошо, к сожалению. Но я буду просто эту дорогу строить заново. Ладно, машина потерялась. Все, держи. Едь дальше. Я не помню, сколько у меня было остановок. Вот здесь еще одна. Здесь дорогу восстанавливать не надо. Вот здесь еще одна. Здесь, в принципе, дорога тоже не очень нужна. Но машинка почему-то потерялась. То есть тебе все-таки нужна эта дорога, да? Прям принципиально. Ну давай, если нужна принципиально, я тебе ее, конечно же, верну. Все, ты должна найти маршрут. Да, ты находишь. Так, а где еще была остановка? Вот. Еще одна здесь. Слушайте, город разросся просто до нереальных размеров. Так, а если я сейчас вот это удалю, тоже потеряются машинки или не потеряются? Ну ладно, я быстренько восстановлю. У меня вот здесь вот тоже получается такая загвоздка по огромному количеству транспорта. Эти ездят здесь. Че вы везете? Непонятно, балки. Надо с балками тоже разбираться. Здесь как у нас дела? 76. Нормально. Здесь прям все замечательно. Ну вроде все получается, да? Остановок больше нету. Можно приступать. Ну давайте попробуем начать просто с угла. То есть вот здесь у нас будет остановка, да? Она охватывает хрен знает сколько. Но почему нельзя это подсветить-то каким-то образом, да? Ну было бы замечательно. Поедем вот здесь, автобусную остановку сделаем. Она доходит где-то вот до туда, да? Можно смело сносить один домик. Я думаю, что ничего страшного не случится. Пусть будет так. А я какую автобусную остановку построил? Это автобусная остановка 2 же была, да? Да, это автобусная остановка 2. Все правильно я делаю. Так, значит смотрим дальше. Здесь у нас тоже должен быть какой-то уже охват. Давайте сделаем лишним. Лишнее она точно здесь не будет. Значит, охватим тогда вот эти все дома. Замечательно. И получается, что у нас здесь из ближайшего? Значит, вот так. Блин, как неудобно. Как это неудобно все? Я просто не знаю. Я просто не знаю, как с этим быть даже, да? Сделать вот здесь по центру минус дом? Блин, да давай. Ничего страшного, разрастется дальше. Сейчас, когда у них появится общественный транспорт в нормальном количестве, дело пойдет. Ой, ладно. Давайте еще вот сюда приделывать. Давайте приделывать все-таки вот сюда тогда, как и было. Только уже новую. А, здесь не дают нам, да? Нет, дают. Ну, тут опять же минус домик, который, судя по всему, только что появился. Здесь с расчетом на будущее хотелось бы тоже что-то смастерить. Давайте сделаем вот так. Я не знаю, какое количество остановок нужно. Это все импровизация чистой воды. Сейчас будем смотреть уже по ситуации. Наверное, здесь опачки. Здесь мы находим старую остановку, которая у нас удаляется. Ну, прям дикое количество остановок. Вроде и здесь дотянулись. Я думаю, что нормально. Я думаю, что нормально, новые автобусы себя должны показать в полной красе. Возьмем мы... Что? Возьмем мы... Ну да, здесь люди. Нет, отмену не надо, можно просто вот это выключить. Сколько автобусов возьмем? Мне кажется, я хочу четыре. Сейчас мы будем добавлять все вот эти вот остановки, которые у нас будут трансфером, потому что вариантов у нас нет. Перед этим я подумываю вот сюда еще одну бахнуть, потому что мне кажется, что здесь мы плохо охватили. Охватили, я здесь уже все добавил, остается только... Остается только добавить еще. Давайте добавим еще одну вот так. Ну все, теперь охват просто дикий. Просто дичайший. Делаем три автобуса, потому что ездит достаточно далеко. Буду выпускать их, наверное, по очередности. Чуть-чуть буду ждать. И потом выпускать следующий. Скорость можно, в принципе, увеличивать. И не париться по этому поводу. Давайте так и поступим. Мне кажется, отличный план. Все, автобус поехал, отправляем второй. Сейчас они там пока доедут, пока доедут до остановки. В общем, будет хоть какой-то интервал. Это уже замечательно. Какие-то люди сейчас поедут. Сколько сюда помещается? Ну, помещается 122. Поехало, правда, 7. Не знаю, может быть, в дальнейшем я попробую охватить больше. Да, то есть пока что непонятно, что нам здесь говорят. Ну вот, классическая история по переполненному складу. Будем немного ждать по этому поводу, уже потом что-то там смотреть. Вроде все остальные должны чувствовать себя хорошо. Ну вот эту мы сейчас разгоним, потому что мы забыли про нее совсем. Это, конечно, нехорошо, но все-таки эта проблема решается. Немного потеряли здесь, конечно, в жителях 52 человека. Но посмотрите, покрытие 187, да, ну 186. Но все равно это максимально близко к идеалу. Я считаю, что это уже победа. Так, а что-то у нас здесь происходит. А здесь не хватает. Так, что у нас там опять на грани банкротства? Но это никогда не кончится. Это придется все время спасать. Но я буду пока спасать. Я буду спасать. Конечно, рано или поздно мне, возможно, надоест. Я не знаю, насколько мне действительно это надо. Мне больше интересуют ресурсы, которые есть в этих регионах. И сейчас я хочу отправиться на медь. Да, в ближайшее время. Сейчас мы тут проверим, что все нормально работает. Что везде достаточно ресурсов. Вот здесь нам не хватает. То есть нам нужно сейчас найти машинки, которые возят сюда что? Это у нас понятно. Это переполненный склад. Где? Вот здесь. С этим, понятно, все. Вопросов не имеем. Поэтому вот эти машинки нам нужно скопировать. На самом деле, в большей степени, я думаю, что эти машинки надо просто менять. Было у нас тут с вами 4 автомобиля, да, всего получается. Я что-то больше не вижу как-то. А ты что возишь? Ты возишь железо, ты разворачиваешься. Так, смотрим. Да, отсюда. Да, все правильно. Вот сюда. Ну, вроде да. Вроде все так. Ну, 4 машинки у нас делают отсюда ноги. И что мы здесь возим-то я вообще забыл. Ну-ка, давайте-ка вспоминать. Здесь у нас бетонная балка. Да, все правильно. Бетонная балка и бетонные балки возят у нас вот этот вот автомобиль. Возит он... Нет, подождите-ка. Да, да. Бетонная балка здесь присутствует. Все правильно. Мы сразу укажем, что это именно она и ничто другое. И было 4 машины. И из-за того, что, соответственно, спрос вырос, я думаю, что мы добавим пятую, скорее всего. Посмотрим, как там будут дела. И потом уже, может быть, добавим шестую. Ну, вижу, что раскочегарилась вот эта история прям нормально. Ну, ничего не отгружаем. Еще и минус имеем. Временное явление, конечно же, скоро все изменится. И будет у нас спрос хороший. Будет больше балок. Все будет отлично. Замечательно. Куда едем дальше? Едем дальше, по-моему, вот сюда. Потому что здесь у нас где-то был регион. Да, вот он действительно есть. Который хочет получить медную руду. Также здесь они хотят доски. Интересный расклад. Откуда нам эти доски взять? Слушайте, а ничего себе. У нас здесь есть деревянный каркас. А еще бы знать, как этот деревянный каркас делать. Ну-ка, расскажите нам. Вот он, деревянный каркас. Смотрите. Железные детали. Доска и тогда деревянный каркас. Жестко. Жестко. Я не представляю, как сейчас это осуществить. У нас тут с деревом, точнее не с деревом, а с мебелью проблемы. Давайте-ка эту проблему попробуем решить. Потому что я не хочу, чтобы предприятие у нас чувствовало себя некомфортно. Мы сейчас добавим сюда производство. У нас будет здесь столярная мастерская. Значит, выход нам нужен получается в эту сторону. А, у нас здесь все с одной стороны. Это не очень удобно. Но мы попробуем сейчас что-то с вами смастерить. Я думаю, что мы сделаем следующим образом. Мы просто бахнем вот сюда раз. Мы бахнем вот сюда два. Вроде досок нам пока хватает. Мы сейчас эти доски с вами поднимем по классике и отвезем туда наверх. Плохо, что нельзя одно соединение удалить. Вот это мне очень не нравится. Я не знаю, как вот здесь поступить. Здесь либо перенести просто, может быть, да? Вот так или не так. Ну, вообще вот так, да. И что мы будем с этим делать, получается? Вот это я удаляю и так не работает. Хорошо. А если я сделаю вот так? Ну-ка попробуем. Блин, а сюда теперь не подключается. Ну, грустно выходит. Что могу сказать? Вижу, что мебель поехала. Но нам нужна сейчас все-таки медь, потому что это новый ресурс, который нам откроет новые технологии. Если сейчас говорить про технологии, что мы могли бы еще сделать? Ну, выплавка меди, само собой. Здесь вопросов быть не должно. 24 ляма просто на технологию погнали. Даже париться не будем. Не будем что-то тормозить. Давайте здесь посмотрим тогда на какие-то другие. Мы сейчас сделали вот это. Вагоны. Нужно очень много слитков. Надо изучать, потому что это вагоны. Вагоны это тема. Вагоны мы как раз и хотим. Помните, я говорил об этом, по-моему, в прошлой серии, что нам этого не хватает. Так, слитки у нас имеются. То есть нам сюда нужна лаборатория. Да, хватит ли нам их? Надеюсь, что хватит. Если сейчас вот этот склад мы с вами разорим за счет исследования технологии, то тогда я как раз здесь новый-то и поставлю. Мне кажется, что это просто охренительно. Вагоны номер 2. Погнали. Замечательно. Технология понеслась. Денежки тоже тратятся. Это отлично. Ну, и что мы можем еще? Давайте посмотрим, где у нас есть ближайшая лаборатория, которая нам позволяет просто посмотреть. Так, мы едем сюда. Значит, вагоны разобрались. А двигатель дизельный. Нет у нас пока что медной проволоки. Она в процессе. Вот это можно за стальной слиток. Производство 3. Наверное, нам это надо. Железные дороги за стальной слиток. Лаборатории за электрическую плату. Столярные работы за доски и за стекло. Ну, вот доски и стекло пока что вопрос интересный. Понятно, что стекло, скорее всего, делается из песка, да? А песок у нас где-то был. А, мы песок с вами вот отсюда возим. Ну, подумаем, посмотрим. Здесь песочек присутствует. Может быть, мы тогда сюда увеличим количество примазимого песка. И здесь начнем какое-то производство из него. Подумаем насчет этого попозже. Сейчас, в принципе, технологии какие-то запущены. И можно уже насчет этого не париться. Если мы говорим про довоз сюда древесины, точнее досок, откуда мы можем их привезти? Мы могли бы привезти их вот отсюда, если нам здесь их хватит. Ну, а нам здесь их как раз не хватает. То есть, это нужно немножечко апгрейдить. И здесь будет работать тот самый вариант, о котором мы говорили с вами в прошлый раз. Сейчас мы сюда набахаем циркулярных пил. Блин, ситуация такова, что здесь на самом деле не хватает лесопилки. Еще одной как минимум. Нет, я сказал лесопилки не хватает. О, вот сюда влезает. Замечательно, раз. Лесопилка, замечательно, два. Может быть, третья тоже достанет. А вот это уже плохо. Знаете, что это означает? Это означает, что здесь сейчас будет новый склад. Новый склад нам нужен. У него площадь-то охвата больше. И по месту он занимает ровно столько же. Да, дружище, ты здесь хранишь древесину. Ты хранишь древесину, мы тебе сейчас сделаем все коннекторы. Ну, вроде вижу, что древесина пошла. Единственное, что я бы хотел бы попробовать еще одну лесопилку приделать. Блин, она не достает. Вот прикиньте, как обидно. По пятибалльной обидно на двадцать. Это очень плохо. Это очень плохо. Но, наверное, тогда есть смысл делать вот так. Сейчас я вам расскажу. Вот это мы удаляем. И вот это мы удаляем. К сожалению, так получается, что склад нам еще раз придется подвинуть. Я понимаю, что деньги лишние, но это сейчас не проблема. И вон туда достанем ли мы две лесопилки сразу? Ну-ка, давайте посмотрим. Лесопилка достает. Отлично, да. Достаешь же? Достаешь. А может быть три? Слушайте, раз. Лесопилка. Два. Подождите. Ну-ка, и лесопилка. Три. Вот. Вот это уже другой разговор. Давай, давай. Пили. Пили здесь. А мы тем временем с вами тогда опять все соединим. С первой проблемой разобрались. Посмотрите, как быстро идет у нас дерево. И это просто шикарно. Значит, теперь я могу все-таки добавлять сюда наши замечательные пилорамы. Пилорамы, но добавлять я их начну, получается, вот отсюда, да? Сейчас посмотрим, работает ли все. Спрос падает на уголь. Слушайте, давайте. Давайте там как-нибудь сами разбирайтесь. Я, конечно, вам могу помочь бабками, но это максимум помощи, которую вы от меня сейчас дождетесь. Потому что посмотрите, что я тут делаю. У меня тут делов очень много. Так, развернули, повернули, посмотрели. Все едет, да? Нам нужен еще один туннельчик тогда получается вот здесь. И вон туда он должен прийти. Нет, подожди, это мост. Нам нужен туннель. Туннель идет вот так. Не понял, почему ты не идешь? Так, ты идешь. И ты выходишь. Вот, понимаю. Сюда приходишь. Нет-нет-нет, давай развернем тебя, чтобы все было четенько. Ну и теперь, собственно, сюда это все приведем. Я думаю, знаете, как надо даже сделать, может быть? А мы посмотрим, подумаем, что здесь получается по дереву. Дерево залетает, но не шустро, да? То есть, может быть, как-то вот сюда добавить еще один конвейер. Вот так, да? Например. Что будет, нормально или фигня полная? Ну вот теперь, по крайней мере, все работают полноценно, да? Мне кажется, что нормальная тема. Пускай будет так. Вот сюда загружается прямо четенько. Но все равно не хватает. Видите, какая штука? То есть, тут нужен прямо комплекс производственный, который это все будет нам оснащать досками, да? Соответственно, вот сюда доски идут, и здесь при этом еще не хватает. Ну вот мебель-то производится, но что-то как-то такое. А здесь у нас что, производится? Не производится. А почему? Ну-ка, мебель, объясни мне, что с тобой не так? Ожидаешь ресурсы? Ну, так а почему не ожидаешь? Почему ты их ожидаешь-то? Вот они тебе, ресурсы. Или что тебя не устраивает? Нет, слушайте, я что-то понять не могу, что здесь не так с производством. Он мне сюда хочет выдать не то, что мне надо, да, получается. Хорошо, как мы можем поступить? Мы можем вот здесь удалить соединение, пускай это будет туда, все. А здесь тогда, да какая дорога нахрен? Слушайте, ну что вы мне голову-то делаете? А вот сюда подай ему доски, черт возьми. Вот. И вот тебе выход, все, что ты начинаешь? Вот что я придумал, у нас теперь вот так будет. Знаете, как здесь надо сделать? Вот это вот сюда, и может быть тогда будет проще расходиться, да? Вот будет больше залетать сразу, я думаю, что нормальная тема. Да, ведь я правильно понял? Да, вот смотрите, все пошло. Нормально, нормально. Живем, двигаемся. Все, мебели я вижу, что прибавляется в любом случае, но надо еще хотя бы одну. Стальная балка будет снижена, то есть вы хотите сказать, что даже с повышением спроса сейчас все равно слишком много. Ну давайте тогда мы попробуем одну машинку поймать и отправить пока что в депо. Да, конечно, подскушали мы с вами вот эти слитки, видите, их тоже не хватает. Ну, блин, я не знаю, почему нет каких-то технологий, которые помогают купить более лучшие печки, да, и так далее. Я все еще их не вижу, и я все еще расстраиваюсь. Ну, раз я их не вижу, давайте тогда сливать стальные слитки, да, потому что мы видели с вами точно технологию. Так, вот эту мы изучаем, выплавка меди понятна. Что мы хотели-то? Мы хотели вот это, производство номер два. Тут надо тысячу, тысячу этих слитков. И, конечно же, сейчас нам будет их не хватать, с учетом того, что еще железо перестанет ехать. Так, что у нас нахрен происходит? Ребята, давайте не делайте голову, я вас сейчас всех спасу. Слушайте, ни хрена сей история у нас с углем перебор, представляете такое вообще себе? Посмотрите, что здесь творится. Здесь вон уже сколько угля. Ну все, тогда я машинку убрал одну, и вообще мне кажется, что я хочу убрать и вторую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да я заборщил здесь, да, выходит? Заборщил. Так, машинки вы все едете обратно. Конечно, дерева в скором времени нам уже не хватит, хотя нет, вроде загружаем полную, смотрите, да, при этом вот видите, что здесь случилось? Здесь мебели все еще мало, здесь напрашивается еще мебель, да, то есть вы едете не до конца наполненные, а если мы говорим про спрос, то мы его не покрываем, конечно же, и теряем на этом бабки, да, то есть вы хотите мне сказать, что мне надо еще что-то вам придумывать. Но, в принципе, это несложно, сейчас я организую. Меня прям очень напрягает, что я вот это не могу удалить. Я вот не знаю, как с этим быть, я очень хочу это сделать, но у меня не получается. Снести этот объект, да, сносим этот объект, я сейчас попробую переиграть немножечко это все с помощью туннеля, получится ли здесь? Ну вот сюда я выхожу, а вот здесь-то получается, блин, он все равно подсоединяется вот сюда, почему я просто не могу это нахрен удалить? И вот это тоже, да, почему нельзя настроить вход и выход из здания? Вот это мне не нравится, это надо прямо исправлять, потому что, потому что это очень сильно мешает, да, вот, то есть в данной ситуации, видите, какая фигня получается. И здесь как бы нету выхода. В чем проблема? Ожидает ресурсы? А, я понял, здесь хорошо, согласен. И сейчас они вот отсюда, да, поедут? Ну, понятно, окей. Короче, не супер много мебели стало, я тут сижу, запариваюсь, а не особо что-то изменяется. Блин, я не знаю, надо мне вообще вот это все, не надо мне вот это все, да уголь-то понятно, это я уже спас, деревянный каркас. Ну, давай спасем, такого у нас еще нету производства, и, возможно, нам он понадобится. Нам надо, наверное, что-то сделать с балками. Ладно, давайте с меди начнем, потому что нам медная руда как бы нужна. Разблокировать за 84 миллиона, блин, почти миллиард, очень жаль, что не получилось, но, тем не менее, мир сейчас у нас откроется, и нам будет доступен вот этот ресурс. Походу, это последний ресурс из тех, которые сейчас имеются на данный момент. Как мы сюда будем доски привозить, я без понятия, я даже думать об этом сейчас не хочу. Я пока что хочу начать добывать этот ресурс и сразу здесь приделать, скорее всего, что-нибудь типа исследовательской лаборатории. Конечно же, здесь будет склад, который уже будет у нас вот в таком формате, и склад на этот раз я поставлю прямо в упор. Тебе скажу, что ты, дружище... А-а-а, подожди, нет, ты можешь собирать, я думал, без изучения ты не сможешь. А ты нахрен можешь. Ну и, соответственно, тебе приделываем сюда лабораторию, чтобы ты нам изучил выплавку меди. Слушайте, да вы что, прикалываетесь надо мной? Я вам тут машины покупаю, вы мне говорите, что все переполнено, ну тогда нахрен, идите сюда. Так, кто еще у нас переполнен? Железо, сейчас я тебя поймаю, я тебя сейчас поймаю, вот ты железо. Железо тоже сюда пока что отправляешься, будем смотреть на тебя, что там у тебя происходит. С углем, так вопрос и не решен, то есть ты хочешь сказать, что вот это тоже пока что едет у нас в Асфоясе. Но видите, как получилось? Вот эти машинки очень сильно забустили историю, и не нужно такое количество, все-таки здесь надо немножечко тормознуть. Мебели, я вам скажу, не особо прибавляется. Тут именно проблема соединений вот этих, видите, у меня вот очень мало едет туда, куда надо ресурсов, вот сюда почти ничего не доезжает. Я думаю сделать какой-то альтернативный подход в этом плане. Ну, я имею ввиду протащить еще один конвейер, только вот так в обход, и сделать его, например, как-то, ну как-то вот так. Ну и что, вам легче стало от этого или полная фигня? Ну-ка скажите-ка мне. Нормально досок? Досок хватает? Ну вон, доски туда теперь поехали. Я надеюсь, что сейчас попроще будет. У меня тут наворочено, я вам скажу, будьте здрасте, вы только посмотрите на это, хреначит просто туда-сюда все. Наверное, здесь еще надо добавлять, дерева там не хватит, не знаю. Не знаю, хватит ли мне дерева, но вообще доски должны идти пошустрее, может быть, четвертую тогда приделать сюда. Я не знаю, мне кажется, это жестко, но надеюсь, что будет работать. Как-то надо подумать еще, в какую сторону здесь направить. Давайте вот так направим, да? И вот так даже получается. Ага, теперь здесь кончились, теперь здесь слишком много, хрен его поймешь. Вагоны 2 завершено, плюс там какие-то дизельные двигатели. Давайте вообще, наверное, сделаем скорость поменьше и посмотрим, что здесь у нас появилось. Значит, купить. Ага, новое депо нам нужно, да? Хорошо. Можно, по крайней мере, посмотреть. Вот, смотрите, такие вот вагончики замечательные. Слушайте, которые нам, походу, нужны. Которые нам очень нужны, но нам нужно новое депо при этом. И у меня есть подозрение, что здесь надо просто тупо брать и тупо делать вот так, да? То есть вообще забить на это депо, не делать тут ничего подобного, да, что мы делали до этого. А просто-напросто приделать новое депо для каждого пути и не париться. Потому что, ну, я не хочу больше пытаться что-то придумать. Какой-то велосипед, который никому совершенно не нужен. Я хоть-то рядом два депо поставлю и все, да? Не буду совершенно ничего придумывать. Погнали, пробуем. То есть получается сейчас, что у нас должно получиться? У нас должно получиться, что у нас тот же самый состав из нескольких вагонов перевозит больше. То есть теперь вот эти пять вагонов катают большее количество. Ладно, хрен с тобой. Я могу тебе сюда, да, наверное, приделать? Ну могу вообще, да? Должен смочь. Вот так вот, ладно. Так и быть, уговорил. Делаю сюда железную дорогу. Вот таким вот образом. Тебя нахрен везу. Вот сюда, дружище. Давай посмотрим, какая у нас здесь получается станция. Сколько она метров? Она у нас 100. Может быть, ее сразу переделать. Ну сейчас мы его сюда воткнем и посмотрим. До свидания, дружище. Ты отлично служил нам. И у нас уже миллиарды денег. Очень много. Так, хорошо. Что получается? Получается, что мы идем сюда и смотрим. Значит, по длине я пока ничего не вижу информации, да? Нам нужен уголь, правильно? Вот он 15 угля. Вот оно 23 угля. Нам нужен именно такой вариант. Попробуем что-нибудь собрать. Вот у нас есть новый локомотив, который мы с вами берем. Стоит он до хрена денег и нас это в принципе устраивает. Если мы собираем вот из этого. Это получается длина 50. Это длина 64. Это длина 79. 94. И пятый вагон это будет 109. Но каждый этот вагон везет еще раз. Нет, погоди. Какая нахрен отмена? Везет по 23. То есть это больше 100 единиц мы привозим за один раз. И достаточно быстро. Я думаю, что это отличный вариант для нас сейчас. Единственное, что нам нужно расширять платформы. Давайте тогда этим и займемся. Блин, а тут вот что можно. Смотрите, грузовая станция 2. Размер, количество платформы. Можно несколько поездов сразу пускать. Интересно. Интересно. Но я думаю, что мы пока что ограничимся одной. Может быть сделать 115. Ну-ка погоди. А если я добавлю сюда еще один вагон, сколько получится? Так, настроить. Это у нас 109. Еще один вот такой. 124. 124. Ну хорошо, давай. 124. Запомнили, погнали. Ой, знаете, какой самый главный вопрос в данной ситуации? А где мы столько угля-то возьмем? У нас есть столько угля с вами? Да? Я думаю, что нет. Я уверен даже в этом, что нет. Ну-ка давай посмотрим. Угольная шахта. Сюда не встаешь, что ли? Я видел, что встаешь. Не придумывай. Встаешь. Так, а угольная шахта вот здесь. Блин, она до склада не дотягивается. Но мы можем придумать ей отдельный склад, да? В принципе. Будет ли это правильно? Не знаю. Очень жаль, что не дотягивается. А здесь можно было бы ближе поставить? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. И знаете что? Да и пофигу. Мы сделаем угольные шахты, которые дотягиваются у нас до самих платформ. Да, правильно же? Правильно. Смотрите. Не зря я поставил второго уровня платформу. Теперь вот сюда мы отсюда заберем. Отлично. Я погнал туда делать платформу размером в 125. Какая-то загогулина получилась. Мне она вообще не нравится. Давайте, знаете, как поступим с вами? Мы сейчас вот это вот все удалим. Уже теперь можем себе позволить. Тогда мы только начинали. И эта железная дорога сделала нам определенное количество бабла. Но вот здесь как-то, видите, туго идет. То есть вы хотите сказать, что мне вот так по клеточке надо делать? А почему так? Ну а можно уже дальше поехать-то нормально? Ну я думаю, что должно стать такое возможным. Вот оно. И здесь мы просто тупо вот сюда приходим. Блин, промазал. Ай, вот так. И опять промазал. Ну-ка. А если еще на одну? Вот. Теперь попал. Все. Здесь у нас все готово. В принципе, можно тогда запускать. Я думаю, что единственное надо только будет один семафор поставить. Так как мы не выйдем тогда из депо с вами, к сожалению. Так, загрузка там, разгрузка здесь. Все. Вроде все правильно сделано. Ну-ка посмотрим. Поедешь ты или не поедешь? Нет, ты сволочь такая не едешь. Ну давай я тебе помогу. Значит сигнал у нас будет вот такой, да? Вот. И ты теперь у нас выезжаешь. Ну вот такая вот зеленая электричка. Теперь она достаточно длинная, да, у нас получается. А она сейчас нам повезет кучу угля. Я просто это делаю даже в большей степени не потому, что я то хочу предприятие развивать. Ну а потому, что у нас теперь есть такая возможность и надо все эти истории попробовать. О, прикольно. А что это такое вообще? Так можно? Железобетонная балка появилась. Вау. Вот это прикольно тоже. Ну-ка, это где? Ой, так это же в Кириллове. Да вы что, охренели что ли? А я железобетонную балку уже умею делать, да? Вот это как раз тот самый вариант, когда мне вот здесь производство надо объединять. Помните, я все говорил про это, а оказалось, что нам это не надо. Так, а здесь тоже с балками не очень хорошо дела. А по какой причине, мне интересно? Нам не хватает песка. Ну вот вам и пожалуйста, да? Нам нужно вот это, нам нужно вот это переделать. Хотя здесь 130. Нам второго уровня здесь платформа не нужна. Сейчас дядя привозит нам песочка. И мы, соответственно, наверное, уже говорим ему, чтобы он ехал в депо. Вот это мы удаляем. Здесь сразу переделаем. Нам понадобится, как вы помните, песок для других еще вещей. Сюда я сразу бахну еще один песчаный карьер. Замечательно. Карьер пошел работать. Так, поезд надо отловить и отправить его домой. Блин, обломно. А, нет, не обломно. Нет, обломно. Смотрите, песочка 120 можно возить только, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Может быть, вагон будет покороче, да? И за счет этого мы больше вагонов возьмем. У нас лимит это 130. Это у нас 109. Это у нас 124. Ну-ка, и скажи мне вот про этот. Это 139. Ах ты сволочь такая. Ну, тебя нам нужно удалить, да, получается? Вот так вот. 124. Вот такое количество вагонов по 20 звучит неплохо. Но мне кажется, все равно этого не хватит. Короче, ладно, я в любом случае покупаю. Сейчас посмотрим, что у нас получится из этого. Надеюсь, что все получится прям топово. Так, загрузка здесь. Там разгрузка, да? Смотрим, загрузка, да, вроде. Все правильно. Я теперь боюсь, что я где-то могу накосячить. Разгружаем, дружище. Давай-ка погнал. Ты, надеюсь, сразу поедешь. Да, может быть, я все-таки здесь бы попробовал разобраться с гребанными семафорами. И, соответственно, сделать здесь два поезда, которые будут параллельно друг к другу путешествовать. Не знаю, посмотрим сейчас, что будет по песку и уже примем решение. Все, там предприятие обанкротилось. Сидите нахрен. Я достал меня туда прыгать постоянно, что-то нажимать. Я буду только этим плотно заниматься. Вот это меня больше всего интересует. Так, там уголь слишком много, кстати. На секундочку. Вот этот поезд привез дохрена угля. Видите? Смотрите, что произошло. А здесь у нас как? А здесь... А, склад забился. Интересно. Погоди, а сколько это, получается, ты привез? Ну да, что-то дохренища реально я перестарался. Ну ладно. Много не мало. Надеюсь, что сейчас там просто спрос вырастет. И цена-то хрен-то с ней. Пускай она потом снова придет в норму. Все, на это я забиваю. Меня сейчас интересует только песок. Я так понимаю, что мы уже повезли. Да, вот первая партия. Давай, дружище. Нам это очень надо. Кстати, очень быстро. Вот так делаем. И здесь тоже новый склад ставим, пока он совершенно пустой. Вот таким вот образом. Здесь у нас что было? Нет, не деревянное. Здесь бетонное. Сейчас будем здесь предприятие расшаривать. Я надеюсь, что мы... Что мы сможем с вами еще и железобетонную балку отправлять. Было бы вообще шикарно. Ну да, с помощью даже очень простых расчетов, понятно, что не хватает этого песка. Это 100%. К сожалению, моему великому. Хорошо, давайте подумаем. Можно сделать второй путь, да? Можно вообще было бы сделать, да, реально платформу из двух частей. Ну вот вы поняли о чем я. Либо просто вторую платформу бахнуть и не париться. В принципе, мне этот вариант нравится. А я интересно могу вот так вот скопировать поезд? Ну-ка. Хоба. Да, могу. Смотрите-ка. И все. И вот вам, пожалуйста, второй поезд, который поехал. А, нет, ты не поехал, дружище. Я понял тебя. Тебя надо перенастроить, потому что у тебя здесь другие станции. Ну вот вам и все. Никаких светофоров, семафоров, какой-то фигни. Два параллельно ездящих поезда, которые как раз сейчас друг друга дополнят, так сказать. Будут просто возить нам песок в нормальном количестве. Если здесь песка не хватит, сейчас просто бахнем еще один песчаный карьер. Но у меня есть сомнения, что не нужно нам это будет в ближайшее время. Я вижу, что балочки потихонечку появляются. И сейчас они начнут появляться в ускоренном. Темпе. Нужно продумать тогда вопрос по производству. То есть, где это, во-первых, производится. Тоже нужно понять, выбрать рецепт. Это не здесь явно. Наверное, в прессе, да? В прессе железобетонная балка должна появиться. Или где она нахрен вообще находится? Ну давайте сделаем следующим образом. Мы сейчас поставим вот сюда вот еще один склад. Блин, мне так хочется убрать эту горку. Прям не могу. Давайте все, позволим это сделать. Сколько это? 2 600. Но это вообще для нас не деньги. Это все фигня. Это все убираем. Ой, а вот это было лишнее, да? То есть вот так даже. Хорошо. Возвращаем. Все. Здесь я типа что-то выровнял. Там что-то стало проще, да? Нам теперь смотреть на это. И здесь мы просто бахаем склад. Да? Соответственно, вот так вот напротив, я думаю, да? Вот сюда примерно. Который дотягивается до вот этой вот штуки. Соответственно, исходя из этого, мы здесь делаем с вами бетонные балки. Здесь железные балки. Здесь бетонные. Все это нам надо объединить в производство. Мы заказываем какое-то количество автомобилей. Ой-ой-ой-ой-ой. А что у нас здесь за автомобили? Так, давайте так. Что ты можешь? Может быть, я тебя использую? Ты можешь не то, что надо, к сожалению. И это нам не очень подходит. Давайте, может быть, да, отменить настройку. Продать все, короче, чтобы не путаться. Потом, если что, новые куплю. И вот это можно было не продавать, да? Получается. Ну, получается, что так. Но дело уже сделано. Давайте попробуем с трех начать. Пока непонятно. Я еще и производство здесь не обустроил. На самом деле, надо серию в ближайшее время завершить. А дело еще столько, что просто не остановиться. Ну, вроде здесь у меня все готово. То, что я хотел. Давайте посмотрим, сколько песка у нас. Ой, нормально песка. Может быть, даже слишком много, кстати. Но сейчас добавлено производство. Поэтому, я думаю, что пойдет дело. А что ничего не выходит-то? Так. Ожидает ресурсы. Нахрена? А, понятно. Вот эта классическая проблема с этими гребанными штуками. Давайте смотреть. Да, все вроде заработало. Сейчас ресурс пойдет. Я уверен, что и песок будет быстрее расходоваться. Но привозят все равно много. Два поезда. Ну, много не мало. Я найду, куда применить песок. Еще стекло не делалось. Так что там есть, в общем, чем еще заняться. Вот здесь как раз наполняются балочки. Ну, и теперь едем сюда и пытаемся организовать производство железобетона. Получится ли у меня здесь тоже сделать историю с тоннелем? Ну, я думаю, что получится. Да, я просто сейчас сначала начерчу вот это. Это гребаный мост. Нет, гребаный мост мне не нужен. Мне нужен гребаный туннель. Да, получается вроде вот как-то так. Так, здесь, соответственно, раз. И, блин, погоди, да что же ты делаешь-то, гребаный мост опять? Ну-ка, покажи мне. Не понимаю, я что-то не так нажимаю? Нет, написано тоннель. А, ну все, понял, понял. Сорян. Вот так. И здесь, получается, мне нужно то же самое приделать, да? У меня вроде уже пошли балки такие, сейчас пойдут балки другие. Мне бы коннектор сюда еще приделать каким-то образом. Ну, можно сбоку, в принципе. Я думаю, что нормальная тема. Да, и вот сюда все это, соответственно, подать, только правильно развернуть. Пока я не очень понимаю, хватает ли нам здесь все-таки этого, то, что мы возим. Я думаю, что нет. А что там, реально все закончилось уже? Да ни хрена подобного. То есть нам нужно сейчас здесь добавить машинки, потому что этого для производства не хватит. Так, кто у нас привозит? Вот ты у нас привозишь, да? Я в тебя не попал. Ну, короче, вот ты привозишь. Давай тебя скопируем два раза. Не знаю, давай три, ладно. Я пока ни в чем не уверен. Выпускаем всех и смотрим. Там уже все склады предприятий полны. Да на хрена вы это делаете? Так, ладно, не делайте голову, самое главное. Давайте сделаем вот как, я думаю. Мы сейчас вот это все выводим. Это едет сюда. Здесь мы делаем еще один склад. Вот так вот. Сюда приделываем коннектор. И, соответственно, заводим эту всю историю, конечно же, в него. Отлично. Производство бетона чего-то там стали. Вы поняли, как это называется? Стали бетон. Железо бетон, короче. Стали бетон. Давайте тогда мы еще организуем продажу каким-то образом. Да, вот сюда. Блин, но вот сюда подавать это жестко уже, мне кажется. Это очень жестко. И я даже не знаю, куда подавать, если честно. Может быть, делать тогда отдельную. Тоже не очень хорошо. Ну, давайте попробуем. Кто хочет там песок? Я не понимаю. Кто хочет нахрен песок? Так, что у нас здесь? Здесь банкротиться не надо. Вот этот город будем спасать, остальные пока не будем. Те что надо? Идите нахрен. Так, у вас какие проблемы? Усть-Котав. Подожди, Усть-Котав это же вот этот город? Да, это он. А здесь песок надо. Подожди, дядя. Пока что не торопись. Здесь слишком много угля, я вас понимаю. Ну, сорян, как бы я переборщил. Ладно, главное, что продается. И досок теперь слишком много. 720 на складе. Это сколько нужно теперь мне машин? Это нужно что-то явно удалять. Ну все, первые железобетонные балки отправляются. Сейчас машинки доедут, заберут и они отвезут, собственно, первый ресурс. Конечно, движение здесь просто жесткое. А здесь что у нас, как дела? Ну, здесь нормально, здесь все хорошо в этом плане. Сколько балочка стоит вот такая? Соточку. Соточку на секунду. То есть больше, чем миллион мы будем получать с одной машины. Я же правильно понимаю? 11 машина возит, сотку стоит одна единица ресурса. Ну, вот сами и считайте, да, как бы. Очень все сочно звучит. С мебелью перебор. То мебели нету, то с мебелью перебор. Ну давайте я тоже пока кого-нибудь отправлю в депо, а потом придумаю ему назначение. У нас, кстати, завершены все исследования. Давайте напоследок глянем вот сюда, получается. Что мы еще можем с медью сделать? Вот, производство электронных компонентов. То есть из слитков меди мы делаем с вами с помощью пресса медную проволоку. Да, и соответственно, уже потом нам для чего-то это надо было. Да, вот для еще каких-то дизельных двигателей, да, новые машины. Слушайте, еще раз, менять все машины это дичь, конечно. Вот это можно изучить. Ну и тут уже пошло-поехало, да. Не так много осталось технологий. Я думаю, что мы с вами это должны будем просто обязаны добить. А у нас тем временем, мне кажется, скоро два города объединятся в один большой и будут просто застраивать все вокруг, все, что видят. Я, конечно, не очень понимаю, расширяется ли сейчас вот этот вот дальше город, но вообще должен, потому что, видите, жителей становится больше, домов тоже становится больше. И можно, в принципе, даже рост профинансировать за 94 миллиона. А давайте прожмем вот эту кнопку, пускай будет, сейчас появятся новые дома, плюс 20 людей стало. Ну и замечательно. Я думаю, что на этом мы серию завершим. Сегодня неплохо потрудились, где-то обновили поезда, где-то добавили новых производств, новые машинки. В общем, все вроде идет неплохо. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.